привет фартовый отправляется на слет коллекционеров киеве вы увидите редкие дорогие монеты украины постреляем из настоящего оружия в тире в конце видео я разыграю вот эту красивую фирменную чашку фартового коллекционера что участвовать в таких розыгрышах просто будьте подписчиком моего канала и оставляйте комментарии почти в каждом видео у меня какие-то розыгрыши больше года не проводились слеты коллекционеров и все очень сождались это масштабное событие для всей украины она проходит в международном выставочном центре наборовском проспекте 15 ближайшая станция метро левобережная от нее 10 минут пешком обычно слет проходит по субботам с 6 утра до трех дня раз в месяц там же проходят обычные встречи клуба коллекционеров регулярно по субботам но сейчас в карантин сложно угадать так что уточняйте уже у организаторов стоимость входа на слет составляет 100 гривен мы с сашей канал лавка удовольствия и мишей дородным выезжаем поздней ночью из харькова и уже в 9 утра в киеве ну что начинается наше путешествие потихоньку заходим на маленький вокзал и чё тут и тут блогеры сидят гляньте какие люди здорово привет привет здорово ты решил провести вас кстати там будут и другие блогеры с которыми мы сделали совместные проекты совместные ролики для тех кто давно не ездил на поезде харьков киев сориентирую купе стоит 580 гривен плацкартный билет будет стоить около 300 гривен в одну сторону с харькова еще организовывать трансфер на слет коллекционеров туда и обратно на автобусе и вы приезжаете прямо к началу это около пяти часов утра в автобусе можно оплатить собственно стол где будут размещаться ваши монеты и входной билет стоимость проезда в обе стороны 600 гривен ну такая цена на автобус в этом году не знаю как она будет дальше арендовать стол в киеве стоит 250 гривен и как я знаю там можно еще установить вот такой вот красивый флаг очень рекомендую по бюджету всего 50 гривен но вы будете заметны с любой точки слета так сделали ребята с сайта numis я прикупил себе вот такой вот бокс для монет возможно в будущем расскажу больше об этих ребятах так в основном аксессаары берут там больше живых видео с этой поездки можно глянуть у меня в instagram ссылочка на нее будет в описание мы подходим к выставочному центру саша как тебе и как тебе до настроение пред взлетом отличнейшая чего же дальше от встречи я уже макдональдс и сходил туалет да им я хочу цветать заиграл мир другими красками дарит интересно посмотреть хочется пообщаться или или сфоткаться с виктором ющенко если он здесь есть может быть по даже получится подписать банкноту мне бы очень хотелось так ну что трафик живой трафик киева он такой вход с обратной стороны ну я до этого на слетах не был не знаю где раньше были здесь входы но сейчас мы заходили с другой стороны сашу кстати сразу узнали и он сфотографировался с одним из своих подписчиков мы покупаем билеты и заходим люди в масках все безопасно направление коллекционирования совсем разные не только нумизматика но и фалеристика и какие-то антикварные вещи но фактически мы попали в какой-то частный музей где можно поддержать в руках какие-то невероятные и интересные вещи ну моя тема все-таки монеты украины так что я набираю по телефону ребят с кем договаривались встретиться заранее кстати это очень удобная практика договаривайтесь с покупателями или продавцами заранее и встречайтесь на этом событии довольно удобно только посмотрите какие пробные монеты это одна гривна на толстой заготовки стоимостью угадайте сколько около двух тысяч долларов это пробная монета из такой она особенностью и после пробной чеканки гривны из разных разных металлов и по толщине они были разные работу остановили и вот эти гривны и крайне редки продажа была кстати недавно на сайте виолити такой гривны за 40 тысяч гривен у меня есть подробный ролик об этой монете с комментариями с дополнительными фотографиями . будет в описании или в подсказке а это я встретил также интересную редкую пробную монетку 15 копеек 92 года но у меня на канале кстати есть выпуск такой монетой с со ударениями штемпелей если хотите узнать что это переходите посмотрите или недавно я показывал экземпляр в отличнейшем состоянии без со ударений а если вы хотели быть такую монетку к себе в коллекцию то пожалуйста напишите мне здесь в комментариях а вот монета 1 гривна 1992 года в серебре кстати недавно вышел выпуск у димы лаврика с невероятной просто подборкой монет украины в серебре ссылочку на его ролик я оставлю в описании ну кто-то собирает монеты вот в таких боксах или квадрокапсулах мне очень нравится квадрокапсула я считаю это самый такой надежный безопасный способ хранения монеты в отличие от например холдеров и каких-то там других способов то монеты могут друг от друга тереться и как-то контактировать с окружающей средой ну про эту монетку 1 гривна 1992 года я расскажу в следующем видео как и про эту как видите аверс аверс довольно интересный 50 копеек 96 года также на слете можно было посмотреть древние мечи или приобрести и к себе в коллекцию киевская русь как называется одноручные подвеси двуручные да да абсолютно наверно короче 1000 долларов так прикидывать да у него цена да не 700 700 я когда-то показывал окинак это просто невероятная вещь когда держишь в руках такую старинную такой старинный артефакт смысл этого меча какой был его использовали он такой довольно маленький то есть скифы были не супер большие как раз для такой вот руки вот и он был на но за ноги хранился такой ножной и он для быстрых каких-то атак вонзил и все и выжил есть вонзил и кинжал для ближнего какого-то такого боя видишь не гнутый обычно их когда хоронят в каких-то в могилах этих как они называются и курган их гнут а тут вот видим что целенький не равнялся ровненький ну давайте возвращаться к теме монет было много разных обиходных монет украины были юбилейные монеты украины также были очень крутые красивые медали выпущен национальным банком ну и не только давайте фрагмент посмотрим вот это а это украинский да это смотрите вот это канада а вот это украина вот донка 92 года это уникальная медаль почему редко это чемпионат мира в киеве чемпионат мира в киеве почти 7 и сколько стоит такая у меня сразу приглянулось она порядка 2000 долларов но эти наверно подороже дал фондовая и ющенко вижу тоже есть подарочные детьми он так разных металлах футбол это банк ухтожете у меня даже такая вот есть 10 лет моральному двору очень красивая а уже сколько стоит такая много лета это интересно можно посмотреть вот я вам покатала а у загреба да максимах да он сегодня есть и знаете нет не видел их три вида вот смотрите это вот этот вид двухтысячный год и и стоимость 4 200 я и и и продается без половины чуть чуть меньше 100 долларов а как ее производил национальный банк национальные нб у национальные банки здесь даже есть вот смотрите полностью вся категория какие они бывали нет это как их не видны а тираж не на тираж написано они все идут на сольные медали по прибыли если без тиража в гостях слушать она очень хорошо так то что сегодня встретить со всеми ребятами блогере миша лавка удовольствие там еще ребята снимают как ребята впечатления накупили много всего термос просто он любит чай или что-то покрепче что то что ты взял себе полная сумка монет вот это да ну крутяк я себе взял парочку монет с египтом покажу их выпуски джесс такой живетесь не такой сильный богатый злодобрав такой семья с богатого по моим покупкам я буду их показывать вам постепенно в следующих выпусках и поэтому обязательно подпишитесь на мой канал скажу так я сильно много монет не купил но порадовал себя новыми невероятными картинами но выпуск о них также будет скоро на канале ребята у меня большой праздник да 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 две работы у меня сейчас вы вижу у меня дома на стене будет разрешено севастьянов я заменю заменю пока поменяют у картин который есть уже два года на висит вот каждый раз мне так это просто какой-то праздник и здесь видите очень красивейших работ можно купил немного монет передовая как раз для конкурса связанного с медиками так что если вы из медицинской сферы напишите пожалуйста об этом в комментариях для вас будет кое-что интересное в следующем выпуске так что чем больше лайков тем быстрее выйдет этот выпуск после слета мы зашли перекусить и выдвинулись в тир разбираем покупки кто что взял принятие ребятами смотрим вас нажимай нажимаешь больше живых видео с этой поездки можно глянуть у меня в инстаграм сучка на нее будет в описании так то что мы відпочиваємо бачите то блогеры у нас саша 170 тысяч майже 200 миша майже 100 до 70 тысяч миша 30 тысяч здесь так выдвинулись в тир он находится в киеве на улице владимира сасюры нам провели там подробнейший инструктаж и мы попробовали стрелять из разных видов оружия давайте посмотрим здесь за целью дальше процесс пальчик тот же самый пять выстрелов до одиночными да будет у нас по законодательству запрещено у нас только полицейские военные стрелять автоматически зацепил вставил да помню переворачиваешь снял с предохранителя оттянул бросил стал приготовился закончил стрелять магазин это самая лучшая вот качок здесь не попадают я пробовал со всего это самая приятная вещь по звуку и по щелчку но отдача от нее я тебе хочу сказать тоже другая уже такая как в этом буду стрелять верхнюю правую 345 1 мимо слушай одну десятку выпили вот это твой приз твоей круто давали давай так лёха что там у нас слышишь а ты куда целился в центр пытался сюда попасть вообще в эту сторону целился ну не так оксане конечно смотрите съемка внутри со всех гаджетов снимаем ребята с трех поставили три гаджета ребята снимаем ну как мисс жалко непонятно не видишь куда летит 20 метров как ты хотел практически здесь мощно же самое плечо раскорячиться просто чуть чуть больше тоже на вперед да такими же стреляет патрона да это одинаковый калибр просто это полуавтомат еще раз говорю а здесь надо постоянно передергивать здесь поприкольнее в отличие от этого здесь мушка и через вот эту планку ее надо видеть чем слова не было нигде видно только через эту планку это принципе как это просто нет такой четко выраженная целика а планка и получается что мы прикольно да здесь можно только сделать но лучше выглядит солен можно и вот так но это надо все учиться и на полигоне потому что здесь тиры как бы ну можно попасть куда еще не упирать до полученец до не желательно у нас все идет даже полицейские цветовил когда они двери выграют у них короткие такие помпы он подходит двери и стреляет вверх был у него все сюда вот потому что так нельзя либо мы упираем держим жестко либо отсюда стреляем вот так но импульс должен быть но вы должны защитить и готовы эта рука насильно может давить сюда понял все готов снимать предупредители стреляйте тебе больше вообще отбереги заряжаем не опускай когда вы как классный кадр вы это вообще ну что друзья давайте теперь перейдем к розыгрышу вот этой замечательной кружки и посмотрим кому же она отправится спасибо всем кто смотрит мои видео ставит лайки комментарии пожалуйста поддержите это видео покажите его хотя бы хотя бы одному человеку мне очень приятно это поддержит мой канал ну что давайте розыгрыш для участия в этом розыгрыше необходимо было только быть подписчиком канала фартовый коллекционер и оставить комментарий и мы сейчас проводим трансляцию в instagram все кто в instagram видят это все в онлайне могут задавать вопросы а мы сейчас сделаем собственно розыгрыш для этого я беру ссылочку на конкретный видео ролик копирую и иду за спасибо всем кто делится моими видеороликами потому что благодаря вам канал набирает просмотр им людям эта тема интересно он рекомендуется тем кто в этой теме начинает разбираться спасибо вам что делитесь вот этой кнопочкой нажимаете кнопочку поделиться спасибо итак переходим в специальный сайт на лиза он air вставляем нашу конкурсное видео здесь у нас будет проверка на наличие подписки канала и поехали надеюсь победитель на у такого чашку который мы разыграем определиться довольно быстро итак кто же получает чашку с бесплатной доставкой ken channel tv илья я поздравляю тебя ты подписан на мой канал ты меня построил со 100 тысяч подписчиков я подумаю как передать тебе вот эту фартовую чашку которая была в этом выпуске у тебя также канал сто тысячники я поздравляю и предлагаю всем кто посмотрел это видео до конца перейти к тебе посмотреть твой контент и подписаться мы делали с ильей замечательную интеграцию его выпуск будет его выпуск есть у меня на канале мой выпуск у него на канале есть сейчас кстати в этом видео ссылочку на этот выпуск оставлю поздравляю подумаем как бы переслать тебе данную чашку так ты находишься не в украине возможно есть кто-то в украине кого можно передать либо будем искать варианты как бы я тебе ее отправил друзья спасибо всем кто посмотрел этот видеоролик ставьте лайк подписывайтесь на канал и до до скорых встреч